Байкал-Мужская Багистрали История этого вопроса была давняя. Еще в 1889 году царское правительство уже направило туда, в район Бама, исследовательскую экспедицию по строительству будущей трассы. Далее, в 1932 году, уже в советское время, также начали строить дорогу к природным запасам Сибири и Дальнего Востока. Но, когда исторический момент еще один, в апреле 1974 года в Алма-Ате проводило всесоюзное совещание по 20-летию освоения целинных залежных земель. Генеральный секретарь Брежнев обратился к комсомолу, чтобы комсомол подключился к строительству Бама. И вот то постановление, с которого начал, оно было принято. Уже 27 сентября из Москвы 17-го съезда комсомола был направлен первый поезд строителей, добровольцев. Возглавлял этот поезд герой социалистического труда Виктора Ивановича Лакомова, который отличился еще строительством дороги, когда мы дружили с Кубой. Затем, вся эта дорога, все эти годы, все это по порядку 100 тысяч молодежи, представителей молодежи комсомольских организаций были направлены на БАМ. Я работал в то время, когда было объявлено строительство заведующим отделом Иркутского обхома комсомола и ощущал много писем, обращений, как стремились молодые люди на БАМ. Дело в том, что в памяти еще было, в памяти молодежи было еще воспоминание отцов и дедов, которые победили в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И им хотелось также проявить свое участие, оставить след после своей жизни, след своего труда. И, конечно же, когда был призыв на БАМ, просто, что говорится, валом пошло. Комсомол объявил шефство над всеми поселками, которые сооружались. За Тындой было закреплено Москва, Московская область, Магистральная, Иркутская область, Северо-Байказск, Ленинград, так Украина, Молдавия, Белоруссия. Все союзные республики и все народы нашего Великого Советского Союза участвовали в строительстве. Позже, в 1977 году, меня ЦК Комсомола назначил руководителем агитпоезда название Комсомольская правда на строительство Байкала-Амурской магистрали по культурному обслуживанию. Я проехал по всему пути строящейся магистрали. От Тайшет и Тайшет, Лена, вторые пути, до Комсомольского Амура на Советскую гавань. Там, где не было транспортно, перебирались по Транссибу, а там дальше машинами, местными самолетами. Но, в всяком случае, вот это культурное обслуживание мы проводили. Поезд являлся еще, скажем так, арбитром социалистического соревнования на то, чтобы досрочно запустить, скажем, тоннель, построить мост, участок какого-то, участка трассы. И это и укладывали серебряное полотно, серебряный костыль. И вот на этих знаковых точках все это проявлялось, виделось. А так как были закреплены региональные отделения комсомола за тем или иным участком, то когда мы составляли график, мы учитывали, что, скажем, Золотинки, поселок Золотинка, это белорусы. И поэтому, когда мы выстраивали, тогда на поезд направлялась бригада белорусов. Это вокально-инструментальные ансамбли, участники войны, какие-то специалисты. Везли с собой книги, учебники, посылки, письма, обращения от родителей, друзей. И поэтому ждали поезд, это его было предназначением. Закончила стройка в 1984 году, а в постоянную эксплуатацию был сдан БАМ в 1989 году. И он получил название имени Ленинского комсомола. Предыдущие, последующие годы после всего этого, Конечно, знаете, там перестрочные дела, Горбачевские, современная Россия, разрушение Советского Союза. Но вот сейчас, 6-7 июня, июля, в городе Тында проводились комплекс мероприятий по празднованию 45-летия строительства Байкала-Амурской магистрали. Туда прибыли поездами, прибыли с Иркутской области, отдельный поезд шел, Иркутская область, присоединялись к Бурятской республике, из Хабаровского края, восточный участок БАМа, из Москвы были три чартерных рейса, это почетных гостей БАМа. Был настоящий праздник. Дело в том, что мы все были строителями БАМа, и мы ощущали, что после нас произошло вот то самое великая стройка века, о которой говорили, БАМ мы построили. Были какие-то еще конкретные мероприятия, ну скажем, сбереги березку, потому что когда стройка шла, вот эти экологические моменты тоже довольно сложные, тем более в условиях вечной мерзлоты, и определили там где-то будет, здесь будет дом, здесь будет клуб, здесь будет там какое-то учреждение, обвязывали березки ленточками с тем, чтобы не рушили это. И вот сегодня не рушили это дерево. И вот сегодня, находясь в Тыньге, я увидел это красивый современный город. И просто радуюсь, насколько это красиво и духом, и внешне. При подготовке к этим событиям по трассе, по всем поселкам и городам трассы, в Тайшете, в Иркутске, в Севербайкальске, в Комсовольске-на-Амуре, в Хабаровске проведены был комплекс мероприятий по честствованию и встрече вот тех соратников, тех друзей, строителей в Байкало-Амурском магистрале. Мы были счастливы. Но дальше мы прекрасно понимаем, что когда задавалась цель, для чего строить эту дорогу, и эта задача на сегодняшний день пока не решена, но правительство современной России уже вкладывает средства на то, чтобы смодернизировать, когда БАМ строили, вот, допустим, через мост, мостовой переход, и у него консоль подготовлена для второго пути. Пока однопутная дорога. И поэтому, конечно, вторые пути нам нужно восстанавливать, ставить. Дальше требуется, не во всех участках была электрифицирована дорога, строим. Дальше вот, в 2001 году был второй путь Удаканского, Северомуйского тоннеля, он 15 тысяч километров, и так далее, и так далее. И, конечно, нам транзитная дорога от запада до Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы планируем сегодня дорогу строить уже Амура-Якутская до Камчатки, до Магадана и до Аляски. Есть такая легенда, что в древности был крупный, большой человек, и его туловище, его тело лежит на просторах Дальнего Востока. Голова на Аляске и остальное здесь, в Сибири и Дальнем Востоке. Это говорит о том, что кладовая природных запасов неисчерпаема, и они пока находятся там. А для того, чтобы на службу России, современной, нашей, могучей России, нужно это все использовать и применять. Слава Бамовцам! 8 июля мы вносим предложение, чтобы 8 июля был объявлен День Бамовца. Вот официальную часть вот эту я закончил. Меня просили еще выразить отношение к тому, что сегодня будет рассматриваться эта охрана, это врачи скорой помощи. Я за то, чтобы дать возможность людям, едущим на помощь, с помощью, надо было дать дорогу свободную и освободить. Кто мешает, кто... Это просто... Это тот человек, который против больного, и кому едут на помощь.